Итак, друзья, всех приветствую! Valve выпустили летнее обновление. Да, друзья, 31 августа за день до начала осени. Летнее обновление, друзья. В общем, что же в этом летнем обновлении нам принесли Valve? Ну, во-первых, давайте же посмотрим на новую сокровищницу. Valve добавили новый коллектор с кэш. Да, те самые коллекторки, которые обычно были во время батлпасса, теперь добавляются просто так. Начнем с того, что 250 рублей стоит одна коллекторка. И давайте же смотреть по порядку. Итак, первый у нас идет Primal Beast. Это старый сетик, который лежал в доте, ну, наверное, года с 2021-2022. Не знаю, короче, ему точно больше года, потому что он был в той же самой пачке, что и прошлый сет на Primal Beast. И здесь мы уже потихонечку подкрадываемся к следующему нашему обновлению. Это новая система инвентаря, но к ней мы перейдем немного позже. Сейчас же мы можем посмотреть, как выглядит этот сет, что он меняет. Меняет он только визуал. По сути, никаких новых способностей, никаких изменений, эффектов он нам не дает. Итак, дальше у нас идет сет на мою любимую Валору. И сетик прям мое почтение. Он не такой бело-золотой, как все ее дефолтные сеты остальные. Здесь, видите, добавились синие такие оттенки и смотрится прям очень классно. А молот так вообще просто красота. Итак, дальше у нас идет сетик на Абадона. И он достаточно интересный. Здесь, опять же, нам показывают его лицо. И его лошадь представляет из себя здесь некого дракона, грифона. Ну, скорее, наверное, даже дракона, да. Что-то типа дракончика такого. Меняет он у нас тоже только визуал. Так, дальше у нас идет алхимик, который представляет из себя вот такого вот минотавра. Прикольно выглядит. На самом деле, очень оригинальный сет. Мне, если честно, очень нравится. Прикольные такие детали, цвета. Прям классно подобраны. Так, и меняет он тоже только визуал, представляете? Дальше идет сет на Спектру. И, мэби, я сейчас вообще выскажу непопулярное мнение, но мне кажется, что этот сет выглядит даже лучше, чем Аркана. Он, по сути, примерно на том же уровне, но это как бы не делает плюсов Аркане. Потому что он похож на Аркану и выглядит примерно на том же самом уровне. Это немного о качестве ее Арканы. Дальше у нас идет Врейс Кинг. И Врейс Кинг выглядит интересно. Как видите, здесь у него воткнут меч в грудь. И вместо меча у него четырехсторонний меч. Я не знаю, как это назвать. Он четырех или трехсторонний? Наверное, трех, да. И он из трех лезвий состоит. И меняет он тоже только визуальные эффекты. Так, дальше у нас идет Худвинг. Ну, Худвинг, если честно, вообще, типа... Не, ну, нет, прикольно. Арбалет прикольный. Мне нравится. Просто на Худвинг достаточно уже много сетов. И все они прикольные. Здесь тоже много партиклов. Ну, такой интересный сет. Так, дальше у нас идет Профетка. Профетка. Ну, Профетка, Профетка. Я тут даже не знаю, что добавить. Ну, крылышки у нее здесь красивые. И эффект свечек тоже красивый. В целом, прикольный. Но я вам так скажу, что абсолютно все вот эти вот сетики, они уже лежали в доте. Ну, наверное, год или два некоторые из них они уже лежали. И были в голосованиях за добавление в коллекторки. Ну, вы наверняка помните. Я лично голосовал и лично помню. Вот этот сет, вот этот сет, вот этот сет и вот этот сет. То есть, половину точно я помню. Ну, Профетка мы уже сказали. Так, как выглядят у нас тут духи. О, духи, кстати, прикольные. Духи выглядят как рука. Как рука, кстати, из этого, из Baldur's Gate 3. Ну, кто знает, тот знает. Так, и здесь вот у нас тут уже прям интересно. Вот это реально прикольный сет, потому что я его не припомню лично. Икунка представляет здесь из себя призрака, что является отсылочкой к его лору, друзья. Да. Он не наляпистый, в нем мало каких-то суперкрутых спецэффектов, но в целом он прям настолько сильно меняет героя. То есть, с малым количеством эффекта автору сета удалось добиться такого интересного результата. Красивые свечения вокруг рук, красивые руки, которые, видите, там какие-то типа клад, типа вот этот вот путь до клада. Здесь маленькая рыбка в виде Тайтхантера, в центре его тело аквариум. Ну, это прям очень интересный сет. Тут еще написано «Левиафан». Ну, количество деталей прям зашкаливает. Люблю такие сеты, в которые можно вглядываться. И да, как вы уже поняли, коллекторка никак не связана с Баттл Пассом, потому что Баттл Пасс в этой обнове не вышел. Однако же, Баттл Пасс уже есть у тестиков. Причем его призовый фонд сейчас 100 тысяч, или 500 тысяч, или миллион, или же 2 миллиона. Ямите кудасай! Как говорится, гейб не может, Тести поможет. Они объявляют первый в истории народный Баттл Пасс с призовым фондом в 2 миллиона. Ничего, ты что, шутишь? Для участия нужно всего лишь подписаться на 3 соцсети, и все. Даже покупать ничего не надо. Ну, а если хочешь увеличить свои шансы, то открывай сокровищницы из новой линейки и лутай специальные билетики. За 2 ляма ты сможешь купить себе хоть 1000 Баттл Пассов в Доте, хоть все существующие Арканы. Даже самый топовый комп можно приобрести, который ты только можешь себе представить, и у тебя еще сдача останется на пару сотен игр в Стиме. Короче, что угодно сможешь себе позволить. Просто заходи по ссылке в описании, получай горы шмоток за копейки и открывай бесплатные ежедневные сокровищницы с халявными шмотками и выигрывай 2 лямчика. А по вот этому промокоду ты получишь еще и 15% к пополнению и еще бесплатные сундучела. Прямо сейчас залетай, а то промокод скоро перестанет действовать. Так, Легионка. Сет на Легионку. О, щит. Это что, тут из нее мужчину сделали? Или мне кажется, потому что такая присуха. Вообще так и должно быть. Почему оно черно-белое? А, ну тут и лицо, кстати, черно-белое. Я не уверен, что так должно быть. Мы, может быть, текстуры забыли наложить. Но сет шикарный. Сет прям классный. Очень много всяких деталей. И эти детали, я бы сказал, здесь идут на плюс. Так, дальше у нас идет Шторм Спирит. И здесь он панда. Да, друзья? Я не знаю, Валва ходит по очень тонкому льду. Потому что они, видимо, давно не получали судебных исков от Близзард. Если кто не в курсе, в первой доте Шторм Спирит и все его братство, оно было пандами. Пандаренами, если быть точнее. И здесь, типа, сетик. Это как бы не сами Валва сделали, я понимаю. Но это все-таки панда. Если Близзарды это увидят, они спокойно, мне кажется, могут кинуть, там, я не знаю, повестку в суд. Им отправили, сказать, вы что, блин, используете нашу интеллектуальную собственность. Боевые панды это наша запатентованная тема. Хотя, хз как это там работает. Но, в общем, по этой причине Шторм Спирит и все его братья здесь в доте люди, а не панды, как в первой доте. Но сет, конечно, интересный и даже, я бы сказал, рискованный. Шикарно выглядит. Так, Жакира. Ну, Жакира я не знаю. Жакира как Жакира. По ощущениям, Жакира так и должен выглядеть сейчас в доте. Потому что, ну, здесь явно лучшие текстурки, лучшие эффекты. И как будто бы это просто дефолтный Жакира. Дальше у нас идет Дазл. И Дазл здесь представляет из себя, типа, змея-гадюка. Такой вот сеттинг. И на палках у него тоже змея. Ну, типа, он же поезон-тачки, да? Типа, отравленные прикосновения. И, блин, прикольно. Прикольно. И мы приближаемся к самому интересному. Новый сеттинг на Марсе, где она розовенькая девочка. Ну, я не знаю. Я не хейтер аниме. Типа, отношусь к нему достаточно спокойно. Поэтому, блин, нормально. Чисто Лига Легенд в доте. Но я бы не сказал, что это прям большой минус. Я уверен, что многим это понравится. Я отношусь нейтрально. Не скажу, что прям вау, 10 из 10. Но это неплохо. По крайней мере, я бы сказал, лучше, чем ее дефолтная моделька. Тут есть хоть чему-то глазу зацепиться. По крайней мере, ее наручи выглядит очень интересно. Типа, концептуально. Нормально. Нормально. Чистая такая анимешка. Ну, аниме-персонажу, аниме-скины, что вы хотели. И, да, здесь плавает лотус миной за аниме. Да. Ну, и здесь у нас дальше идет Снейл Файр. То есть, Снэйл Файр, который катается на улитке. Опять же, сет тут, наверное, уже год или два. Я не знаю, тут пишут, не пишут. 2022 года. Да, сейчас, друзья, 2023, если что. Ну, короче, ему ровно год практически. Я помню, я голосовал за него. Кайфовый сет. Добавили на него эффектов. Добавили партиклов. Слегка переделывали. Насколько я помню, он немножко иначе. Видел, ну, по крайней мере, в моих воспоминаниях. Он добавляет новые анимации. И давайте же посмотрим. Кстати, а здесь только визуал, а здесь новые анимации. Так, ну, что я вам хочу сказать. Анимация действительно переделанная. Потому что у дефолтного маунта Снэп Файр есть лапы. Здесь лап нету. И из-за этого анимация переделана. Видите, оно... Ну, этот слизняк, он реально ползет. Типа так в припрыжечку, но все-таки ползет. И это прикольно. Нормально. Больше ничего не меняет. Просто вот вместо анимации ходьбы, анимация ползания. И вот такой вот эффект слизи остается за нашим слизняком. Короче, вот такой вот сет. Ну и в конце, как самая дорогая награда, у нас находится сет на личность антимага. Это первый сет на личность антимага в доте. До этого ни разу мы ничего подобного не видели. Но мы знаем, что этот сет лежит в доте относительно недавно. То есть его делали как раз для этой коллекторки. И там было множество сетов. По-моему, 3 или 4 штуки. И этот мне нравился больше всех. Я его, по-моему, даже на превьюшку ставил. И, блин, лично мне нравится. Не знаю, как вам, но он прям такой кайфовый. Минималистичный, без вычурных всяких кучи деталей. Но при этом стильный. И он уже у нас меняет... А что он не меняет? Это просто визуальные эффекты. То есть вы серьезно, даже мутники, анимации, типа, ни скиллов, ни иконки, ничего не поменяли? Серьезно? Это ультраледкая награда? Ну и на этом мы заканчиваем осмотр нашей коллекторки. 16 этиков здесь. И переходим к нечто более интересному. И это интересное. Это новая система инвентаря и шмоток. В общем, теперь инвентарь выглядит совсем иначе. В главном меню появилась, наконец-таки, отдельная кнопочка. Арсенал. Не то, что вот здесь вот, типа, оно всегда, конечно, было. И в уголочке где-то спрятана отдельная кнопка, наконец-то, появилась с арсеналом. Здесь нас сначала кидает на главную страницу с баннерами. Тут, я так понимаю, отображаются всякие промо-акции. Типа, вот новая сокровищница, вот магазин осколков. Посмотрите на это, посмотрите на это, купите вот это. Ну, нормально, это дефолтная практика вся в всех современных играх. Типа, я удивлен, что раньше такой страницы не было. Кнопки магазина теперь нет, друзья. Я не знаю, вы заметили, нет, но... А, нету. Все, типа, магазин теперь, как понимаю, находится у нас вот здесь. Так, дальше у нас идут герои. И давайте же смотреть, что у нас здесь. Выглядит очень непривычно, я понимаю. Я сам до сих пор не могу разобраться в этом инвентаре. Ну, хоть я его запустил только что, конечно, но все равно странно выглядит. Короче, начнем, допустим, вот с Абадона. Как этот инвентарь теперь у нас выглядит. То есть, герой у нас находится здесь. Здесь у нас находятся все наши существующие сеты, которые у нас есть. То есть, которые у вас есть, они отображаются вот. Есть у вас написано. А если у вас несколько этих сетов, то вот будет дополнительная циферка, которая отображает количество этих сетов у вас. И также есть сохраненные сеты. Они, кстати, никуда не делись. Оцените моего всратого Абадона. И здесь уже мы можем найти сеты, которых у нас нет. Вот они находятся здесь. Вот они. И у них, как видите, есть отдельная цена. И если мы уже хотим какую-то шмотку приобрести, то, я так понимаю, нам нужно заходить конкретно на этого героя и покупать эту шмотку. То есть, теперь нету магазина общего. Теперь для каждого, как бы, грубо говоря, для каждого героя свой магазинчик получается. И через вот этот вот инвентарь мы можем покупать наши сетики. Смотрите, вот, новинки отображают. Слушайте, это прям вот как во всех современных играх. В мобильных играх сейчас такое используется. И в других игрульках, типа, более дефолтный и френдли интерфейс сделали. Что за недоступные, мне интересно. А недоступные, знаете, что это? Это из коллектора. То есть, теперь сеты из коллекторов мы, наконец-то, их можем посмотреть в игре. Вы прикиньте, ну, насколько я понимаю, предметы, которые были доступны в течение ограниченного времени и теперь не продаются. Боже, наконец-то! Спустя тысячу лет валва додумались добавить эту кнопку. Мне всегда, допустим, хотелось посмотреть какой-то сетик в доте. А его, допустим, нет. Он был в какой-то коллекторке, я его там пропустил. Но просто, допустим, для футажа мне надо. И теперь появляется кнопка, которая показывает все существующие, абсолютно все. Временные они были, невременные. Вы все сеты сможете здесь найти. Купить их, конечно же, нельзя. В этом и смысл. Но, тем не менее, это очень круто. Вот у антимаг, допустим, целых три недоступных сета. Вот раз, вот два, вот три. Это потрясающе. Это то, что был... Блин, посмотрите, какая красивая рамочка у всяких... У иммортал предметов. Прям очень красиво смотрится. Прям современно. Реально современно. То есть, не то, чтобы это что-то новое в рамках индустрии, но просто смотрится современно. Это нравится. Как мы, например, теперь будем выбирать эффекты способностей? Здесь мы видим отдельный интерфейс, который отвечает за выбор способностей. Здесь мы видим все шмотки, которые, допустим, меняют щиты Баддона. То есть, у нас, опять же, ссылает в магазинчик. То есть, хочешь изменить щит? Вот тебе палка, которая меняет этот щит. Вот и вот. Хочешь заменить мисткойл? Вот она, пожалуйста. И это у всех героев, и это мега удобно. О, кстати, иконку Мидаса поменяли. Прикольно. И еще один важный моментик не упомянул, друзья. Валвы, наконец-то, добавили полноценный демо-режим шмоток, в котором можно комбинировать разные сеты. Итак, как это работает? Вот мы, допустим, из главного меню из сеточки заходим, алхимика выбираем, и нажимаем кнопочку переодеть. Здесь мы хотим примерить вот этот вот, допустим, сет. Нажимаем по нему и смотрим. Так, сет выглядит вот так. А что, если мы заменим ему, ну, например, я не знаю, давайте заменим ему топоры. Выбираем топоры вот здесь вот, и меняем их, допустим, на радики. И смотрим, как выглядит этот сет с радиками. Хотим мы поменять, допустим, голову алхимику. И нам выпадают здесь все доступные на него головы. И меняем на голову, которая нам нравится больше. Ну, допустим, на вот эту. Или на ту, которая у нас вообще нету, допустим, на вот эту. И получается, мы можем комбинировать разные сеты и смотреть, как они будут смотреться вместе. Это потрясающий момент, который требовался, ну, реально, уже очень давно. Создавались даже, я помню, модификации разные, которые позволяли это делать. Но теперь валвы это официально внедрили в игру, и это прям просто потрясно. Наконец-то это произошло. Так, и здесь у нас были герои. Дальше переходим в окружение. В окружение у нас теперь отдельная вкладочка. Здесь мы можем увидеть всех наших курьеров. Сколько у вас их штук. Есть они у вас, нету их у вас. И, листая вниз, мы уже можем найти курьеров, которых у нас нет, и сразу же здесь их и приобрести. Тоже самое с вардами. Для терзателей это вообще рофл, учитывая, что эта шмотка пропадет уже через несколько дней. И все предметы. Вот это окошко мне, на самом деле, больше всего интересует, потому что, ну, оно более привычно для нас. Мы в него постоянно заходили, смотрели, какие у нас шмоточки есть. И теперь он выглядит следующим образом. То есть, нету горизонтального вот этого скролла, как раньше. Теперь он вертикально скроллится. И для тех, у кого шмоток много, это, конечно, и тот еще челлендж, что-то тут найти. А вот интересно, а как выглядит? Тут вроде бы есть сортировка по редкости по цене на торговой площадке. Да, друзья, наконец-то эта кнопка появилась. Я так давно ее хотел. Теперь вы в своем же инвентаре можете посмотреть, сколько стоит ваша шмотка, не прокликивая ее, и отсортировать по цене все ваши предметы. Вы можете сразу глянуть так. Вот эта шмотка столько стоит, вот эта столько стоит. Это прям очень круто и очень удобно. И вам наверняка, конечно, интересно, откуда у тебя смарт такие дорогие шмотки? Это так много. Ну, ребят, тут очевидно, это же все тестики. Но вот эта надпись есть у вас, она немного напрягает, потому что я же нахожусь в своем инвентаре. Само собой она у меня есть. Типа, зачем она здесь находится, не совсем понятно. Если листать ниже, то тут не будет предметов, которых у нас нет. Зачем эта надпись? Если честно, загадка. Ну и теперь мы переходим к чему-то еще более интересному и невероятному. Я не знаю, заметили вы или нет, но дота стала выглядеть иначе. Да, Valve полностью переработали систему освещения, систему теней и в целом общий визуал карты. И чтобы это увидеть, даже не нужно далеко ходить, вы просто посмотрите на то, как сейчас выглядит карта. Появились какие-то бревнышки вот здесь вот, какие-то камушки. И все это выглядит совершенно иначе. Я не знаю, как передать точно. На сайте есть ползунки, где можно сравнить до и после. Я вам сейчас это тоже, конечно же, покажу. То есть вот, видите, слева, справа, туда-сюда. Но в самой игре, если вы побегаете, вы сразу же увидите отличие. Ну, конечно, только в том случае, если вы играете на максималках. Но, ё-моё, вы посмотрите, как она выглядит днем. Теперь это что-то среднее между старой дотой, на старом движке, которой я всегда еще, между прочим, плевался, что старая дота была такой чуть более мрачной и из-за этого более вайбовой. Я не знаю, более такой атмосферной, скажем так. И сейчас Valve убрали вот эту кислотную зелень, которая была раньше. И сейчас дота стала, ну, атмосфернее. Свет другой, и из-за этого дота тоже воспринимается совсем иначе. Больше деталей, больше теней. Но, насколько я знаю, Valve, еще что не менее важно, добавили, наконец-то, тени. Тени от облаков. Да, друзья, помните, в свое время, когда-то давно, я делал ролик со сравнением графики в старой доте и в новой. И там, в старой доте, была тень от облаков. В новой ее убрали на Сорз 2, когда она перешла. Valve это вернули. Вы еще тогда говорили, о, зачем, зачем это надо было? Да вот зачем. Вот, пожалуйста, вернули. Вот они, эти тени. Вы, возможно, сейчас так не видите. Блин, ну, да, друзья. Сейчас я ускорил время. И вы прекрасно можете видеть, как работают эти самые тени от облаков. Вот только что проползла здесь одна тень. И сейчас ползет вот еще, видите? FPS, конечно, 25, я понимаю, но это ускоренная съемка. Ну, скажем так, ускоренная дота. И видите, вот эти темные пятна, они реально передвигаются. Их видно, причем даже ночью. Вот оно ползет, это пятно ползет, ползет. И в других частях карты это тоже видно. Боже, какая атмосферная ночь стала на карте. Появился туман. И это шикарно. Это прямо потрясающе. Так, давайте вернемся в нормальное время. Сильно переработали тени. И теперь, если вы ставите очень высокое, то тени, они реально супер четкие. И я это прямо сейчас особенно хорошо вижу, потому что я помню, что раньше они были даже на максимальных настроеках, ну, такие средненькие. Сейчас они максимально четкие. Интересно, как при близком рассмотрении они будут смотреться, будет ли портиться. Блин, вы просто посмотрите, как шикарно сейчас смотрятся модельки героев. Насколько сильно вот решает свет, друзья, согласитесь. И посмотрите, тень, она просто, ну, мега четкая. Так, насколько я знаю, еще поменялся эффект стрельбы тавера. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот, смотрите сами, друзья. Видите? Типа тавер, если, допустим, сейчас ночь, то тавер прям явно мигает. И видно, что вот этот projectile, который бежит за нами, он дает корректное освещение в цель и вокруг себя. И это очень красиво. Я, ну, я как любитель вот таких вещей всяких, вот деталей в графике, мне прям очень кайфово за всем, конечно, этим смотреть. Вам, наверное, не особо интересно. Ну, нет, тени, они прям 100% тени все зарешали. Новое освещение. Так, давайте еще, кстати, посмотрим базу дайеров. Как видите, здесь тоже появились всякие мусоры, я не знаю, кости какие-то. Ну, их количество стало явно больше. Они вроде бы раньше были. Кстати, а что тут такое? Что это за странное освещение? А, это из-за того, что оно в тумане войны было, но все равно вот этой хреновины точно раньше не было. Ну, блин, кайф. Если вы играете на максималках, то вам явно это понравится. Не знаю, конечно, для кого это, потому что тут мало кто играет на максималках. И все равно иногда проскакивает голубая стрелка. Вы посмотрите, она дублируется. У меня зеленая и голубая одновременно. У меня не шиза. Да, посмотрите. Реально, вот только что прям было видно. Итак, друзья, переходим к следующему пункту. Помимо всяких визуальных изменений, Valve полностью переработали систему порядочности, репортов и все, что связано с этим, включая матчмейкин. Личный подход к подбору игр. Раньше система подбора никак не учитывала похвалы после игры. Теперь же любой игрок, которого вы похвалите, с большей вероятностью встретится вам. Как в составе вашей команды, так и на стороне противника. Кроме того, мы добавили кнопку «Не нравится», благодаря которой те, с кем по какой-либо причине предпочли бы не играть, будут реже встречаться вам в будущем. То есть, Valve, по сути, уже официально добавили кнопку «Авойда», вы будете реже встречаться с этим игроком. Но не полностью избежите его. Новая система позволяет жаловаться на токсичность в текстовом или голосовом чате, смурфинг, препятствование игре, читерство, мошенничестве и игру не на своей роли. Ко всем жалобам автоматически прилагается широкий спектр вспомогательных данных. В случае препятствования игре мы будем знать, сломал ли игрок свои предметы, а жалобы на смурфинг рассматривают как внутриигровые события, так и свойства аккаунта. То есть, теперь, я так понимаю, все эти репорты, они не будут просто улетать в воздух, а реально будут проверяться. То есть, если вы зарепортили за смурфинг, Valve, система Valve будет проверять его статистику и вынесет на основе этого вердикт. В новой системе также нет ограничений на количество отправляемых жалоб, можно репортить вообще кого угодно и всех подряд. И она позволяет сообщать о токсичности в обеих командах. Верные жалобы имеют значение. Если вкратце, то теперь, если вы зарепортили врага или какого-то человека, то вы узнаете о том, что с ним произошло в дальнейшем. То есть, если вы зарепортили его, там дали какое-то ЛП или какие-то санкции против него приняли, то вам придет уведомление. В принципе, такое было и раньше. Тоже раньше приходило, но весьма редко. Обработка токсичности в реальном времени. Вот это, друзья, бомбическая штука, я уже прочитал. Если кто-то пожал сна токсичные сообщения через внутриигровую таблицу счета, система проанализирует их в режиме реального времени. Если она посчитает текст токсичным, нарушитель будет моментально заглушен в голосовом и текстом чачи для всех игроков до конца игры. То есть, если вы что-то высираете в чат, кого-то там оскорбляете, ведете там себя негативно, то всего, я так понимаю, один репорт может вас полностью замутить в этой игре. Это потрясающе, это очень круто. Порядочность и вежливость. И здесь, друзья, изменения, которые мы уже запредиктили. Мы уже знали о нем, исходя из некоторых сливов. Я о нем уже рассказывал, но, тем не менее, слив подтвердился. Самое смешное, что, когда я делал ролик с вот тем вот самым сливом о том, что будет новая порядочность, я сделал точно такую же картинку. Типа, что вот 10 тысяч, и тут типа 10 тысяч. Ну, примерно одинаково было написано, и Valve сделали точно такой же интерфейс. А вот теперь посмотрим, что у нас будет, если мы будем терять вежливость. Так, у нас для тренерства нужна вежливость, сигналы по способностям союзника, понятно. Так, голосовой чат у нас от 8 тысяч. Если у вас меньше 8 тысяч, то есть голосовой чат у вас уже отрубается. Хвалы во время игры. Типа, ну, типы, типа, когда вы типаете врага, понятно. Текстовый чат от 6 тысяч, если у вас меньше 3 тысяч. Неограниченные сообщения. Если значение ниже, между сигналами и фразами колеса чата будет пауза в 30 секунд. Ну, тут как бы все понятно. Спешные жалобы. Здесь будут отображаться ваши репорты, которые вы будете кидать, и их результаты, как я понимаю. Так, а что у нас с порядочностью? Теперь у нас тоже тренерство. Выпадение сундуков и наборов после игры. Ну, это, конечно, сказки. Так, приостановка игры. Вы просто вдумайтесь, до чего вы довели игру. Ну, я это адресую всяким вот этим токсиком глупым. Типа, приостановка игры, то у нас теперь привилегия, которая доступна только с 5 тысяч порядочности. Ужас. Рейтинговая игра теперь доступна только с 3 тысяч порядочности. Если у вас меньше 3 тысяч порядочности, вы не сможете играть рейтинг. Вы просто прикиньте, насколько это жестко. Ё-моё. Ну, это прям сурово. Это прям реально сурово. Я... И знаете, мне это нравится. У меня просто порядочность всегда идеальна. Я... И мне прям очень радует то, что Valve сделали. Это прям моё почтение. Ну, я думаю, вся адекватная часть комьюнити будет рада тому, что вот эти вот изменения пришли в игру. Остаётся надеяться, что работать они будут грамотно. Потому что Valve на своём сайте отметили, что это изменение только-только введено в игру. И оно будет работать на основе собранных данных. А чтобы собрать эти данные, как всем известно, требуется время. Так что первое время, я так понимаю, будут какие-то там проблемы с этим. Но в идеале это всё, конечно, будет выглядеть просто потрясающе. И я этому несказанно рад. Так, ну и закончим мы, наверное, наш ролик на небольшом анонсе от Valve'ов. Этот анонс они запостили в своём официальном блоге. И здесь написано следующее. The International совсем близко. И скоро станут известны все участвующие в нём команды. Мы уже готовим следующее, тесно связанное с турниром обновление, которое выпустим в конце сентября. Чтобы начать празднество ещё до первых эпичных сражений в Сиэтле. Скорей бы. В общем, кто не понял, обновление выходит в конце сентября. И это обновление, скорее всего, будет представлять из себя компендиум, а не Battle Pass. Если кто пропустил, посмотрите мой последний ролик по подсказке справа. Я там всё подробно объяснил, чего нам стоит ожидать от грядущего обновления в честь Интернешнала. А это именно оно. Именно о нём здесь идёт речь. А ещё по секретику вам скажу, что Valve'ы затизерили нового героя. Если посмотреть на главной странице вот этого вот обновления, можно увидеть в разделе вот этого вот самой порядочности и вежливости кнопочку «Цензурит». То есть здесь у нас находится список персонажей, и среди них есть персонаж, который не подписан. У него нет имени, есть только надпись «Зацензурена». По местоположению этого персонажа можно понять, что имя этого героя будет начинаться на «Б». Баббитмастер. Если серьёзно, я не знаю, кто это пока что. Кто это, надо будет ещё пораскинуть мозгами, точно проанализировать всё. Ещё посмотреть, может, ещё какие-то отсылочки есть. Но пока что вот вам пища для размышлений, друзья. Вам вот тут пофиксили ещё несколько всяких там ошибок. Это вы сами уже можете почитать. Не забывайте подписываться на наш паблик-вк. Мы там быстрее всех опубликовали все новости из этого патча. Ещё до выхода этого патча, между прочим. Так что подписывайтесь обязательно. Также залетать в мою телегу. Я там также раньше всех выложил всю информацию о грядущем патче. Ну, а у меня на сегодня всё, друзья. Ещё услышимся.